Всем большой привет, меня зовут Диана и сегодня долгожданная для многих распаковка вещей с сайта Shein. Долго я не буду затягивать, давайте сразу приступать, потому что сегодня будет много интересного, ну и конечно без фейлов нас тоже не обошлось. Итак, наверное по традиции начнем с той самой вещи, которая надет на меня. Тут важно отметить, что все вещи, которые я заказываю в принципе на китайских сайтах или беру на обзор, я всегда в первую очередь обращаю внимание на качество, а значит на состав и на, скажем, концентрацию его натуральности. Для меня вот главное, чтобы вещь, которую вы покупаете, была интересна не только своим принтом или скажем модели, но чтобы она еще не скрипела и была приятной на ощупь. Эта модель немножечко оверсайз, поэтому она свободная, приятная в ношении, но у нее нет рукава летучей мыши, которая бы неудобно, скажем, фиксировалась именно в зимнюю погоду, когда вы надеваете еще помимо обычного свитера еще и верхнюю одежду. Я не очень люблю такие, особенно знаете, широкие крылатые рукава. Здесь понравился очень принт зебры и вообще в последнее время тянет именно на такую стилистику, но так как я не очень люблю яркие цветные вещи, то такой принт в монохроме сдержанный, он мне очень понравился. Ну и самое главное, это, конечно, качество исполнения, оно на высоте, свитер, который вы можете найти в любом масс-маркете, но при этом из натурального состава. Если вам тоже импонируют такие вещи принтованные, то советую обратить на него внимание. И, наверное, перейдем сразу к моим фаворитам. Есть у меня привычка говорить сначала именно о вещах, которые покорили мое сердечко. И первое, это уже второе получается, это вот такой пуховик из вельвета, который, наверное, сейчас не очень популярен, как-то все перешли на эко-кожу. И, признаюсь честно, я выбирала сейчас пуховик между вот таким молочным вельветом, достаточно толстым и обычным из искусственной кожи. Он был такой же дутый. Сейчас такие, в принципе, пуховики можно найти абсолютно в любом масс-маркете. Stradivarius, Reserved, H&M, они сейчас на пике волны популярности. Но дело в том, что я несколько лет назад заотносила подобный пуховик. И могу сказать, что мне на самом деле не супер было комфортно в искусственной коже на морозе. Все-таки она имеет свойство издавать мало того, что неприятный звук, так поскрипывать. И, в общем, искусственная кожа для меня оказалась неуютной. Тут важно учитывать, что я говорю именно про холодные температуры, а не про там весенний-осенний период, когда мы носим пиджаки, допустим, из искусственной кожи. Это совершенно другое дело. Но здесь меня покорил, во-первых, объем. Я брала его на один размер больше. Всегда верхнюю одежду беру примерно размера М, для того, чтобы носить еще дополнительные слои. Наполнение здесь обычный синтепон, но он именно благодаря вот этому вот мягкому вельвету, а не обычной такой плащевочной ткани, именно для меня выглядит очень комфортно. Я его уже проверяла в разных температурных режимах, и могу сказать, что он, ну, определенно очень теплый и очень классный. Плюс воротник-стойка, который защищает ваше горло. Я абсолютно довольна вот именно этим выбором. Потрясающий пуховик. Советую также обратить на него внимание. Пойдем дальше на следующий из любимчиков. Это непримечательный, на первый взгляд, батлон водолазка такая, казалось бы, обычный белый. Что здесь может быть интересного? Во-первых, хочется отметить сразу, что это премиум коллекции. Это значит, что у SHEIN будет немножко отличаться пошив, более качественная обработка внутренних швов и всех краев. Она будет также более качественная. И плюс обычно это акцент на качестве материалов. Самое главное преимущество вот этой водолазки – это полупрозрачная его текстура. Мы сейчас говорим в большей степени о трендах, которые нас настигнут в сезоне весна-лето 2021. И это именно, кстати, тут, по-моему, даже видно немножко, как просвечивается вешалка. И это такой изысканный намек на полутона. Мне очень нравятся такие вещи сочетать именно с контрастным бельем. Кол более спортивного типа. Для того, чтобы был акцент, я уже говорила, что все по-разному относятся вообще, в принципе, к такому течению, к такому тренду. Для многих еще остался стереотип мышления о том, что все аксессуары, все в одежде должно подбираться в тонны, в том числе белье, которое не должно ни в коем случае быть видно. Но это наоборот. Это тренд, который в ультимативной форме призывает, собственно, подчеркивать, даже не подчеркивать, а намекать на женскую сексуальность именно таким способом. Он не вульгарный, не пошлый. И мне очень нравится, что видны такие легкие контуры женского тела. Также считаю нужным приобрести подобные вещи в нескольких обязательно цветах, потому что это, наверное, действительно самое женственное, что может быть из гардероба без укорачивания длины, без показа открытого декольте. То есть вот это та женственность, которую я приемлю. И что самое главное, это поразительный состав. Здесь вискоза, 27, по-моему, процентов шерсти и вот буквально чуть-чуть полиэстера для того, чтобы у вас ткань не скатывалась. Ну, то есть линейка премиум действительно здесь отработала. И что важно именно про эту модель, что я хочу подчеркнуть, что здесь из-за того, что это белая водолазка, бирки, ура, не пришиты для того, чтобы у вас ничего не выделялось ни в коем случае. И бирки находятся здесь внизу, и они не будут видны. Если вам захочется, вы можете их отрезать. Но это преимущество, в этом плане они большие молодцы. Одна вещь, которой не хочется, чтобы оставалось незамеченной, это такое платье длины Макси. Чуть не сказала миди, но это Макси. И это такие стандартные силуэты, которые вы могли видеть в той же Заре. Их было очень много, они раскупались достаточно быстро. Это ткань обычный поплин, то есть хлопок, который при этом заставляет держать платье в форму. То есть действительно это получается форменная модель. И что мне здесь нравится, я брала его в размере XS, то есть прям строго в своем размере. Оно идеально село в области талии. Здесь получился такой красивый акцент. И плюс ко всему здесь есть дополнительная, очень приятная сборка в области груди. И эта сборка при правильном выбранном своем размере, она на самом деле очень хорошо будет ложиться. И на маленькую грудь, и на более большие объемы. То есть в этом плане тоже все продумано. Я не очень люблю платья, у которых, например, нет выточек, и они на вас сидят как мешок. Но в данной модели эта проблема решена как раз с помощью этой сборки. И поэтому получается, что платье сидит как в литое. Более того, здесь помимо того, что есть очень большая длина, ее также очень хорошо дополняют именно широкие формообразующие рукава, без которых это платье превратилось бы в обычный сарафан. Не очень, скажем так, интересного фасона. Опять-таки это дело вкуса, но я знаю, что такие платья очень многим нравятся. Их здорово носить не только с грубой обувью, которая сейчас популярна, именно микс женственности и грубости на ногах. Но при этом и тонкие сандалии, босоножки с тонкими перемычками будут также отлично смотреться именно вот с такими формами. Наверное, сейчас закончим сразу с платьями, чтобы я уже к ним не возвращалась. И эта модель, наверное, в стиле Твиги. Это простое, прямое, чуть расклешенное к низу платье. Что важно, тоже с выточками на груди, которые при этом хорошо ложатся, а не просто как будто это футболка с мужского плеча, которую вы на себя натянули в более большом размере и, собственно, так носите. И что важно, здесь очень-очень плотный хлопок. Вот намного плотнее, чем стандартные футболки. Даже из, например, Uniqlo, кто знаком с их футболками, тот поймет, о какой плотности идет речь. И здесь мне нравится абсолютно все. Я такое платье хотела именно носить. Понятное дело, что все-таки ближе к весне или летом, но в любом случае как раз-таки на контрасте с сапогами и с более грубыми формами. Но я что-то просмотрела тот момент, что на самом деле оно вот с таким вот сюрпризом в виде металлической цепочки. И я могу сказать, что, конечно, вот эта фурнитура, которая дополняет подобные вещи, она всегда-всегда является лишней. Потому что у масс-маркета или у еще более низкого сегмента брендов у них все-таки она всегда страдает и цвет, и качество материала. То есть это очень легкая цепочка, которая, возможно, еще и облезет. И мне кажется, она действительно здесь просто абсолютно лишняя. Потому что минималистический стиль этого платья, он, в принципе, и так прекрасен. Поэтому я думаю, что я ее вообще просто обрежу вместе с этими нитками и буду ходить вот с такой полуоткрытой спиной. Это будет очень красиво. Тоже советую, если любите простой крой и простые формы. Идем к рубашкам. Две рубашки будет сегодня. Одну из них я хочу показать. Это вот прям моя стилистика. Да, я выбрала такой глубокий синий оттенок, но мне здесь больше понравился интересный треугольник, который идет впереди, и полукруглый воротник. Очень редко сейчас встретишь именно круглые формы воротников, потому что это такой отцу даже не к 90-м, а еще более ранним временам, когда наши бабушки носили вот такие воротники сдержанные. И мне как раз сдержанность это очень нравится. Здесь еще есть складка на спине, которая делает объем этой рубашки еще более большим. Есть расширение к низу, то есть это прям очень уютная, удобная рубашка. Естественно, речь идет опять о хлопке, о качестве натуральных материалов. В целом абсолютно довольна этой вещью. Она сама по себе будет являться акцентной, даже если вы выбираете спокойный лаконичный низ. Но могу сказать, что это не премиум линейка, и на одном рукаве я заметила такой немножко странный пошив. То есть один рукав пришит манжет очень хорошо, а второй, видимо, немножко швейная машинка съехала. То есть получился такой немного волнообразный ряд. Но я думаю, что это такие мелочи. Сама рубашка действительно заслуживает вашего внимания. Мне кажется, эта фраза звучит у меня чаще всего, но да, мы же тут привлекаем внимание одеждой. Еще одна рубашка, это уже из премиум сегмента. Специально оставляю бирки, чтобы сейчас ничего не перепутать, пока вам вещаю. И что мне здесь понравилось? Здесь мне уже понравился и цвет. Не знаю, как кто относится к коричневым. Я очень люблю все рыжие оттенки. Они супер классно, достаточно дорого выглядят в обычных луках, особенно в молочных оттенках совмещения. Очень люблю миксовать с рыжей обувью. Но будет смотреться идеально вообще абсолютно со всем. Мне здесь понравился еще такой оригинальный асимметричный крой рубашки. И более того, окончание самой рубашки, оно тоже является асимметричным. Это обычно такая фишечка более, скажем, дорогих брендов. Играть асимметрией, играть интересной конструктивностью вещи. И поэтому она смотрится достаточно нетривиально, неизбито. И здорово смотрится. И тут такой наоборот удлиненный воротник, очень остроносый. И тоже это такой хороший акцент данной вещи. Кстати, рыжий смотрится, я смотрю сейчас на камере, более ярким. Чем он есть на самом деле. Он более уходит рыжий-коричневый и максимально приглушенный. Камера немножко искажает цвет. Перейду сразу к вещи очень непонятной. Тоже, также натуральный состав. И это, наверное, ее почти единственный плюс. Скажем, наравне с принтом тай-дай. И более спокойным, приглушенным оттенком. Тоже камера очень искажает. На самом деле, цвет очень приятный. С таким небольшим оливковым потоком. Очень укороченный свитер из хлопка, который больше выглядит, наверное, как рукав, накидка. Акцентная вещь, но не вещь для согрева, естественно, зимой. И я думала, что это будет классная идея носить его с джинсами, в спортивной стилистике обыгрывать. Но, к сожалению, рукава здесь невероятно длинные. Я в нем смотрюсь как пьеро, сбежавший со сцены. И у меня есть такое ощущение, что, в принципе, они хотели сделать акцент на том, что сейчас в моду входят чуть удлиненные рукава. Но они настолько утрированно длинные, что просто они, наверное, больше положенной нормы сантиметров на 20, не меньше. И это смотрится комично. То есть эта вещь выглядит странно, как будто ее отвязывали для вас, но не учли вообще параметры человека. То есть, ну, по факту эта вещь говорит о том, что ваши руки должны доходить до колена. Не знаю, насколько это интересно, но я вряд ли буду ее носить. И вам, ну, наверное, не очень рекомендую к приобретению. Как-то я начала с вещей, которые мне не нравятся, но забыла про очень хорошую вещь, которая мне понравилась. Это платок. Но не просто платок, это 100% плотный шелк. И это новинка на сайте Шин. Это тоже премиум коллекция. Он действительно очень красивый. Конечно, здесь рисунок такой дает отсылок, скажем, более люксовому сегменту. Это попытка повторить, ну, будем называть это вдохновением. Но в любом случае он смотрится очень живо. И сейчас платки набирают такой оборот популярности, но с совершенно новым свежим дыханием. Это возможность его носить как косынку, как бандану, а не просто повязывать на шее, словно вы там стюардесса. И вариаций ношения таких платков большое множество. Но самое главное для меня это, конечно, качество, потому что натуральный шелк по такой цене, ну, наверное, вы тут точно не приобретете. А на шее невозможно. Ну и заканчиваю я всю эту эпопею. Вот просто откровенным провалом. Сейчас смотрю в окошко камеры и вижу, что цвет опять передается не точно. То есть я именно таким цветом, ну, фактически и видела этот пиджак, когда заказывала. Это пальто, потому что здесь в составе фактически 50 или 60% шерсти. Коллекция из линейки премиум и пошип действительно очень хороший. Классно, когда ты записываешь видео, а у тебя тут начинают делать ремонт и не могут замолчать. Я думала, что я буду носить этот насыщенный ультрамарин с такими же яркими, классными носками в тон. Сейчас это крайне актуально. Подбирать цветные носки в рубчик, например, такие, как на сайте Uniqlo из мужского раздела. И, собственно, носить с яркой вещью. Честно говоря, это тот самый цвет мой, наверное, самый нелюбимый сей палитры. Это слишком насыщенный цвет морской волны с уходом в дикий зеленый оттенок. Мне даже не передать словами, как он на самом деле выглядит. Но вот так вот должен выглядеть настоящий синий цвет. Классный для меня. И вот так таким выглядит именно жакет. Я не знаю, будет ли видно действительно всю прелесть этого цвета. Но он мало кому идет. В общем, оттенок совершенно-совершенно мне не нравится. Мне кажется сейчас, что я не смогу вам передать действительно всю палитру вот этого оттенка. Он на камере выглядит в сто раз лучше, чем является таким цветом на самом деле. Я думаю, именно по этой причине произошел со мной этот казус. В том случае я очень рада, что у меня есть такая возможность просто сделать большой заказ на шин. И просто откомментировать все вещи для того, чтобы вы не ошибались и не покупали и не разочаровывались. А покупки только приносили удовольствие. И самое главное, что на шине сейчас начинаются огромные скидки. И посвящено это дню святого Валентина. Поэтому если вы давно хотели что-то приобрести, сейчас самое время. Актуальный промокод, как всегда будет указан в описании, он действует абсолютно на все вещи. Ну и на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Прощаюсь с вами вообще ненадолго, потому что уже готовлю и снимаю новый выпуск по супер классным находкам и покупкам уже в начале этого года. Поэтому все. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать эти видео. И до встречи. Всем пока. Ваша Диана. Субтитры сделал DimaTorzok